так начинается моя мастерская Мишель это мне тоже практически с вешалки ну вот смотрите она довольно таки не маленькая на два окна давайте по порядку здесь висят картины которые еще не проданы к счастью или к сожалению не знаю вот это у меня полка где чернила это далеко не все чернила только те которыми я пользуюсь здесь и сейчас вот они у меня распределены желтые красные синие зеленые там и так далее вот это вот маркеры спиртовые специальные понятно кисточки инструменты различные вот это маркеры плоско вообще интересные покрывные маркеры которыми я пользуюсь недавнее время не очень нравится вот это у меня аэрограф потом такой шумный но хорошая вещь только для каких-то эффектов красный потом 3м профессиональный респиратор ну понятно ноутбук видеокамера вот этот кофе который дует очень горячим воздухом вытяжка которая немного но у нас спасает ну понятно чай кофе вот в общем то здравствуйте дорогие друзья я приветствую вас на канале яркие картины с вами сегодня две художницы это я автор канала наталья ширяева и художница владлена затульская художница из екатеринбурга она член нашего круга продающих художников и сегодня мы поговорим о творчестве всем что связано с творчеством и продажами потому что я считаю вот эта художница невероятно интересная у нее такое необычное творчество и техника необычная и темы необычные и вообще принципе меня она очень поразила своими работами впервые когда я их увидела сегодняшнее наше общение будет посвящено ну ее работам тому как ее творчество росло и развивалась она расскажет как где продает она свои работы мне например самой очень все это интересно потому что я про нее знаю очень мало я впервые с ней познакомилась вконтакте когда она видимо с ютуба перешла и подписалась на мою страничку и я увидела впервые ее очень необычные работы в технике алкогольных чернил работы настолько потрясли мое воображение что я конечно же подписалась в ответ очень долго листала страницу очень заинтересовалась и там на странице было много еще не связанного живопись а просто как бы с жизнью и мне показалось что этот человек очень близок мне по темпераменту например например мне понравилось там записи про велосипед вот про велосипедные поездки любовь к животным и поэтому я решила предложить ей снять интервью побеседовать чтобы не только я узнала вообще они еще узнали зрители моего канала ладно ну давай теперь уже о тебе вводное слово было очень большое расскажи вообще ну как наш с тобой состоялось знакомство да ты попала на мне посоветовали я попала и сказала мне просто одна крестница сказала ладно ты даже не представляешь есть такая Наташа Шаряева ты должна это увидеть потому что честно говоря это пока у меня я пока бьюсь бьюсь я пока не очень доверное получаю но в принципе папа с мамой у меня огромная надежда что у меня все таки все таки в процессе просто получится потому что до этого я это практически почти не снималась только вот ну если отмотчески говорить но вообще-то я очень много лет не рисовала и не рисовалась живописи а вот я занималась лепкой я лепила большие штуки это небольшие бабочки татуэточки такие вот тоже на всякие жизненные темы всегда стараюсь юмор принести вот но КПД с такой работой ну мы все люди как бы живем в таком виде что мы должны на этом зарабатывать но тут получается так что я очень много трачу на это времени очень много сил я это безумно люблю но получается что конечно такую работу задорого не подать но получается что я могу одна работа к сожалению это так но к счастью я никогда эту лепку не бросаю то есть я параллельно всегда для души для себя для счастья все равно я и занимаюсь у меня сейчас вот несколько работ как раз 6 работ купили целая серия была у меня бабушек они еще и еще выставлены в интернете очень такие смешные и забавные вот два с лишним года назад я поняла что я хочу заниматься чем то ну более наверное современным более интересным то что еще мало кто занимается этим это оказалось три направления это спиртовые чернила это акриловая живопись и эпоксидка вот те два направления у меня пари я честно честно пробовала очень много что для акрилами эпоксидной смолой и я поняла что не мое и я начала рисовать так и все начинают по какой-либо абстракции то есть я начала абстракциям а потом моя натура взяла свое и я начала из алкогольных чернил вот боять совершенно реалистичные вещи и совершенно прям по настоящему портреты животных и так далее то есть у меня очень много таких реалистичных абстракций мало да слушай ну давай когда я я еще позадаю встречные вопросы ты уже просто столько сказано у меня уже столько возникло встречных вопросов давай немножко про левку вот мне интересно ну и наверное знаешь давай экскурс в историю скажи у тебя есть какое-то образование судя по всему художественное очень высокий очень высокий это видно да у меня не было никакой его трудно в сожалению я понимала что в питерсе не идеально с той базой которую я вот я навела справки я поняла что очень сильные учителя на тот момент были в нижних гейли это нижних гейских сеток и сеток художных графических факультетов учителя и учителя Учителя там были очень сильные, и я поехала именно из-за этого. Я знала, что, честно говоря, учителями работать не будут. То есть я поехала учиться рисовать. Там была хорошая база графики, живописи и композиции. И вообще всего остального, и прикладного в том числе. Вот, и скульптуры тоже. Но скульптуры немного там хочется, но поведено. Вот, поэтому, да, я закончила вот высший художественный футболитет. А как он факультет, еще раз расскажи, называется? Художественографический? Да, 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 художественографический факультет. Ой, знаешь, пропадает немножко звук, поэтому я что-то буду переспрашивать, ладно? Ты ничего, ничего не трогай, ты просто приближайся тогда ближе и говори медленнее. Я боюсь, что я не делась у меня. Ты просто тогда, когда буду говорить, ты тогда чуть-чуть ближе приближайся и говори медленнее, и тогда, в принципе, звук появляется. Хорошо, хорошо. Вот, значит, институт был направлением педагогического, да, а факультет художественно-графический. Правильно я понял? Да, да, да. И скажи, вот, керамики страсти. Я вот, да, я когда-то стала говорить, я поняла, что на странице меня поразили еще и вот эти работы, вот эти бабушки с котиками, вот этот юмор. То есть, как это выглядит потрясающе, какие названия у них. То есть, мне настолько понравился вот этот вот твой позитивный взгляд вообще на творчество. Я была потрясена, да. Это все-таки художники с таким чувством юмором, с таким жизнелюбием и с таким творческим уровнем встречаются одновременно достаточно редко. Вот, расскажи про, вот, про твою лепку. Откуда это пошло? Еще с обучения, любовь к керамике? Ну да, наверное, уже после обучения я начала лепить. Но это не керамика, это самая керамика, которая, ну, она, они меняют сейчас, видишь, получается, очень много, к счастью большому, потому что, как купить и китайскую глину, и японскую глину, и русскую и так далее, я покупаю японскую глину, такую, что когда я ее ману, у меня, это релакс настоящий, это просто можно снять, просто этим заниматься весь вечер. Вот, она очень приятная, называется «Фактицок», я вот подсела именно на нее, «Фактицок». Она очень легкая, воздушная, вот. Ты мне потом напишешь текстом название, я вот прям, чтобы на экране высветилась, потому что, я думаю, много людей заинтересуется. Да, да, я очень советую керамику, она не дешевая, вот. Ну, у меня есть даже несколько мастер-классов по ней, потому что там есть свои нюансы. Вот, и я, я очень любила по-видимому кошек, ну, кстати, да, вот. Вот прям как услышала. Да, да, да. Это котик? Котик или кошечка? Ну, это европейская бумерка такой, хорошая. Я люблю, по-видимому, вот, и зумор, и котов, и кошек, и, ну, я вообще животных очень люблю. У меня дома небольшой вот такой есть зоопарк, еще две собаки. Я, кстати, поняла, по твоей странице у тебя еще вторая появилась. Была, видимо, одна, появилась вторая, которая какая-то невероятная, какая-то порода у нее полу, какая-то редкая, да? Да, маленький щеноком. Ага. Ну, весело, весело у тебя. Вот, вот. И по-видимому, да, у меня вот это сяга есть, что я иногда, когда... Ну, это трудно, может быть, поверить, но когда я леплю, я могу проснуться. Так, ну, вот особенно, когда зима, есть отопление, я кладу все фигурки около батареи на ночь, чтобы они просохли хорошо. И когда утром наступает, я могу в 5 утра побежать в батареи, посмотреть, ну, как ты там, как ты там пережил ночь? Как ты вновь поцеловать? То есть у меня совершенно в этом плане бывает такое, да. Ну, может быть, это для таких людей нормально, но не стоит это. Я узнаю в чем-то себя, да. Мне кажется, для меня это нормально. То есть у меня бывает такое, да. И когда я посылаю, когда покупаю работу, я тоже, да, кстати, поцелую ночь, говорю пока-пока, я с ними разговариваю, я их оживляю почему-то. Да, слушай, они у меня всегда живые. И леплю я их именно с тем выражением, ну, лица моего, вот такое выражение морды у данной фигурки. Если он улыбается, я вообще устаю, потому что я улыбаюсь тоже. Да, прикольно. Здорово. Представляю, какой энергии позитивной, насыщенной твоей работы. А давай немножко про техническую сторону вот лепки, мне интересно. Значит, ты слепила из этой самозатвердевающей глины, они высохли просто при естественном каком-то тепле, да, там на батарее, или так просто они стоят. А обычно за ночь высыхают или дольше? Сколько времени нужно за просушку? Нет, там никогда не слепить за раз. Существует, допустим, аналог этой глины, как он обладается на Алиэкспрессе, она другая, и там можно слепить что-то похожее, ну, прям за раз, такие очень упрощенные какие-то вещи, и как стихи, немножко пружинистые получаются. Я пробовала, мне не нравится результат. Поэтому я леплю немножко по-другому, у меня технология, во-первых, всегда есть каркас внутри, есть собаки, есть спальки, всего-всего-всего-всего. У меня есть складное видео, можно посмотреть, по крайней мере, по-моему, и я леплю все слоями, то есть один слой стокнет, второй слой стокнет. Поэтому и получается, что одну фигуру отдыхается очень много времени. Когда я полностью пила, вылизала, грубо говоря, полностью, все-все-все, все-все-все посмотрела, тогда я уже покрываю красками водоэмульсии, краской, люблю акварель очень. Вот краска, маком обязательно, и все. Ты говоришь, до двух недель уходит, бывает, да, на одну работу? Когда очень сложная работа, да, когда, да. Ага, а сложная это именно по конструкции своей сложная, то есть не по размеру, да, не от размера зависит время, а именно от сложности самой работы? Да, конечно. Давай, посмотрим, что там за красота. О, вообще, вообще, произведение искусства. Я когда их увидела, вот с этими котиками, вообще невероятная вещь, обалдеть. Такой он, в принципе, не совсем рад, что его поймали. Ага. Как он назвал «Васенька нашелся». А, «Васенька нашелся», да, да, смешное название, очень, я запомнила его, когда видела ему страницы. Вот эта работа еще нигде не приложена. Угу. Это бабушка на роликах в коньках. А, это бабушка на роликах. Прикольно. Класс. Ну, все, я новая. А ты катаешься на роликах сама? А? Почему такая тема? Сама катаешься на роликах? Ну, я на велосипеде больше. Больше на велосипеде, да? На велосипеде, кстати, да. Мне это очень срезонировало, что я сама сейчас так увлеклась этим. А какого размера они, вот эти вот фигурки? Сантиметров 15 в высоту? А, про размеры. Про размеры ты сказала 15-12 сантиметров высота, да, у них? А, вот про что. Я стала спрашивать. Вот смотри, просто люди, может сейчас кто-то заинтересоваться, хочет пойти посмотреть, рассмотреть, посмотреть цену, может прицениться, может купить. А где это можно сделать? Куда выложены на продажу твои именно вот эти керамические изделия? Настолько мало буквально, но 3 сотика, по-моему, осталось и ни одной вот бабушки. Я видела у тебя, я у тебя видела ВКонтакте, да, но у тебя еще помимо, то есть ВКонтакте ты выкладываешь на продажу, да, фото, цену, да, и в личной переписке ты продаешь. Так? Обычно Инстаграм, да, ВКонтакте нет. Инстаграм, да? То есть у тебя более развитый Инстаграм, и в основном продажи через Инстаграм у тебя идут, да? Да, 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 да. Я не очень, не очень желаю, ну, как бы, займись в ВКонтакте, почему-то, да, я никогда ей не занималась. А Инстаграм ты давно ведешь? Да, да, наверное, давно. Ну, Наташа, сделай так, чтобы... Ну, чтобы... Что такое? Повторяешь. Вроде бы, не должно, Машенька. Угу, да. Можно. Угу. А, тогда я у тебя еще про Инстаграм спрошу, потому что у художников часто возникает вопрос, стоит ли вести Инстаграм для продаж. А вот вспомни, сколько лет ты ведешь Инстаграм? Наверное, уже лет пять. Лет пять, да? Да, да, да. Ну, раньше это тоже было абсолютно, ну, безумная птичьня, то есть, да, я не понимала, что такое. Теби, Таша, ну, в смысле, я не знала совершенно элементарных вещей, вот. А как я плотно веду Инстаграм, я, наверное, ну, года, наверное, полтора вот так вот. Угу. А первые продажи через Инстаграм случились еще до того, как ты плотно занялась им? Да, да, да. Да, да, давно люди начинают заказывать, его покупать, да, именно Инстаграм, у меня, наверное, были первые продажи, а потом Фейсбук. Еще Фейсбук у тебя, да? В Фейсбуке очень живая аудитория у меня тоже интересная. Вот. Фейсбук на русском языке, русскоязычная там аудитория у тебя? Ну, где-то 90% русскоязычная, но сейчас вот с разогольными световыми чернилами еще добавляются постоянно люди, которые, ну, ну, скажите, все америка. Угу. Ну, мы выложим ссылки на все твои ресурсы, потому что кому-то ближе Фейсбук, кому-то Инстаграм, кому-то ВКонтакте, кто захочет следить за твоим творчеством, чтобы они имели возможность следить на всех площадках. Слушай, а в Эдсе ты, по-моему, кераминку не выкладываешь, да? Или я просто не долистала? Нет, хотя, хотя я думаю, что, наверное, да, или что. Я потому что думала, что, наверное, это нужно какой-то какой-то такой магазин выкладывать, хотя я смогу некоторых очень-то... Нет, вообще без проблем. Если у тебя их немножко, то ты можешь вполне туда же их выложить. Это ничем вообще не ухудшит введение магазина или отношение к магазину алгоритму. А давайте немножко про Эдсе поговорим. А сколько уже ты времени Эдсе вообще занимаешься? Ну вот, в группу я добавилась, наверное, совсем недавно получаясь. Ну, месяца, месяц, нам больше месяц, месяца полтора, да? Да, полтора-полтора, наверное. Так вот я пытаюсь заниматься, ну, наверное, полгода вот уже. Ну, завела ты его где-то полгода назад, то есть начала выкладывать работы, или... Ну, по-моему, сейчас так говоря, да. Я иду. Ну, понятно, я сложно очень. Ну, понятно. Это никому не просто, не было очень сложно. Первые, наверное, полгода вообще самые сложные были. Да, 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 да. Это хорошо, когда есть человек, который работает. Слушай, ну, тем не менее, у тебя, я сегодня вот заходила на твою страничку, да, на Эдсе, 23 продажи уже есть. Да, да, да. А, давай, у меня аудитория очень интересуется Эдсе больше всего, и давай тогда немножко про Эдсе еще. Расскажи, когда самая первая продажа случилась твоя на Эдсе? Через сколько после того, как ты начала выкладывать работы? И через два купили в Великобритании, купили по рекламе. Я случайно нажала какую-то кнопку. Я думаю, я не одна такая. Да, да, верно. А такими ручками нажимают случайно какую-то кнопку. Конечно, потом пришел на лоб, верно, в половину этой работы я была... За рекламу, да, то есть у тебя, наверное, там не выставлена была сумма какая-то ограничивающая от траты на рекламу в сутки, я думаю. Мы обычно рекомендуем один доллар в день, а у тебя может быть больше даже получилось. Ну, расскажи, расскажи, какая работа. Ты мне потом фото пришлешь, я ее даже вставлю, чтобы посмотреть могли все. Расскажи про работу, сколько она стоила, какого размера. Работа была не дешевая, где-то 180, но была раз, ну, сравнительно не дешевая. У меня фишипинг получается. И так у вас ворское дно вместе с аквалангистом, рыбки. Да, вот такая. Поняла. Она была где-то, ну, 50 на 70 сантиметров, ну, такая, ну, не малышка. Угу. Вот. А помнишь, сколько пересылка обошлась или уже забылась? А, когда я посылала, помню, по страху-то, я посылала, наверное, МС. МС. Это дороже, чем почта. Рабов 3 же у нас получается. По-подороже, да. А, да, это было, ну, может быть, там, 3-4. Я не помню, я не помню. Ну, да, да. А 50 на 70, а как ты ее услала? Ты ее как-то скручивала? Я вот, честно говоря, пока технологию не понимаю вот этой, ты сейчас расскажешь нам еще про технологию работы. Угу. Я всегда посылаю, я всегда пишу, что работы поддаю в рамки. Ваша задача, как покупателя, оформить работу в рамку, в отворе цепи, обязательно под стекло, потому что это все-таки краски, но я всегда работаю перед отравлением, покрываю лаком, с защитой. Вот, но, тем не менее, как бы под стекло вам не лучше смотреть. Как и акварель, всегда хочется оформить акварель под стекло. Конечно. А еще, знаешь, про лак, скажи, ты назвала лак, это спрей какой-то? Да, я всегда покрываю спрей, надо очень аккуратно, потому что любой спрей лак, если направить очень близко, либо очень сильно, он размоет, работает, можно просто попасть так, чтобы ты ее продала и ты ее испортила. Да, это очень такая крохотливая работа. Несколько, ой, глянь, у меня камера скачет. Несколько, наверное, несколько слоев и очень издали, да, в несколько заходов. Да, очень, несколько слоев, и потом последний заслой можно уже по-хорошему, да. Я спросила еще у тебя, ты как ее в рулоне скручивала, или это прям... Да, да, да. Я покупала раньше, ну, из других городов, почему-то в Питер-Нинбурге я не могу найти, в городах в Питер-Нинбурге обычно показывают эти тубусы, вот, и один раз мне написали в Германии, что пришел совершенно понятный тубус. Ну, слава Богу, это были мои друзья, которые меня предупредили, что бывает и так. Вот, поэтому я сейчас заказываю тубусы, которые очень толстые. Ну, мне кажется, что, ну, ими убить можно просто. Слушай, они картонные тубусы? Да, очень толстый картон. Я сматываю тубочку. А ты знаешь, многие отправляют, вот кто в холсте на рулоне, многие отправляют на канализационных трубах или внутри канализационных трубах? Да, хорошие, они получаются очень дешевые, я посмотрела. И говорят, можно пилить обычным лобзиком даже. Я, правда, не пробовала сама, но мне многие про это говорят. Я уже об этом думала. Очень интересно. А когда я рисую, допустим, очисток, я рисую, я послала в письме. Все просто в конверте. Тоже, может быть, кому-то пригодится мой совет, у кого есть, допустим, в городе ИКС. Там продаются за 99 рублей набор из двух разделочных досок. Это очень мягкие разделочные доски. Я одной доской прокладываю, получается, на четвертый формат. Немножко подойдет. И я знаю, что никогда не соблют это письмо. А не пластиковые эти разделочные доски? Да. А не пластиковые разделочные доски? Да. Все очень гибкие. Гибкие, да? Не сломаются. Да, получается, да. И это прекрасная цена. Слушай, получается, у тебя пластик принимают как письмо, да? Мне Руслан сказал, что только бумага, я всегда говорю, только либо картон, либо бумага. А ты, получается, пластик отправляешь? Очень-очень тонко. Потому что я считаю картон, не то, что я считаю, но такой опыт, но картон просто даже загнул. У меня были тоже, были такие, когда на картоне отправляли, на тонком акварель, загнули уголок, но слава богу, там не было изображения, и он как-то сказал, типа, ничего страшного. Но мы после этого вообще стали бояться на картоне, мы стали отсылать с Русланом только на арголите. А он довольно тяжелый. И письмом его не пошлешь, потому что он не гнется. Вот, и поэтому это дороже сразу стало, когда мы стали отправлять акварель, но теперь будем иметь в виду, что... Я долго ее искала. Хорошая тема, хорошая. У меня вопросов много возникло, а сейчас вот... Расскажи тогда, знаешь, про ценовую твою политику, вот работы от какого размера до какого, примерно и расценки на Эдси. Конечно, я и ссылку выложу, чтобы люди могли зайти посмотреть. Ну вот, там и дешевые работы, у меня, по-моему, там идут 35, она думала работать, но мы совсем маленькие, по-моему, там 5 на 7. То есть ты миниатюры тоже делаешь, да, в этой технике? Да, ну я понимаю, что мне совсем, наверное, интересно делать. Мне кажется, там вообще не разгуляешься в твоей технике, все-таки там уже размах какой-то. Да, да, да. А вот, если что, допустим, ну вот от 4-ти, как нормально, я снимала. Угу, угу. Ну, вот и... Угу. Расскажи, знаешь что, основа, я вот не поняла все-таки основа. Кто-то говорил, вообще написал, когда мы общались об этом в клубе, да, в чате, кто-то написал, что это на пластике рисуется. Ты написала какая-то специальная бумага, что же это все-таки за основа? На самом деле, это называется бумага синтетическая, но, ну, это очень-очень тонкий пластик. Это на пластик похоже, да? Как же не порвать. Угу. Ну, вот 3 дня идет выставка, и 3 дня вода будет стоять. То есть она совершенно не пропускает бумагу. Поняла. В этом смысл, да, вот алкогольных чернил, чтобы они не впитывались в поверхность? Да, да. Только было не курицая поверхность. Вот. Она должна быть просто полностью скользить. Вот эти чернила со смыслом. Это должно скользить и оставаться на... Я поняла, ага. Ну, ты потом мне дашь, я чуть-чуть вставлю, наверное, кусочки каких-нибудь мастер-классов, чтобы было понятно, что это не так-то все это похоже на все остальное. Вот. Слушай, еще про технику. У меня прям много вопросов было. Даже я их записывала. Вот ты работаешь, у тебя фотография ВКонтакте, ты в такой штуке, в полосе как бы там защищена, как в противогазе. Они такие ядовинты, эти алкогольные чернила, или ты просто можешь, ну как запах спирта, может опьянить сильно? То есть почему такая защита серьезная? Я не всегда работаю с такой защитой. На самом деле, папа чернила не будет такой вредный, как берегин сопропиловый спирт, которым... Какой спирт? Сопропиловый. Сопропиловый. Да, это не... Нетиловый. Это именно вот такой технический спирт, и он, по самом деле, очень понючий. Вот. Поэтому, если работы небольшие, то я рисую, у меня вытяжка властерской, я рисую вытяжку из троска. Ну и стараюсь, ну, нос брать. Хотя это тоже неправильно, нужно, в общем-то, всегда быть, наверное, от маски, вот, единочка вредности. Когда у меня была плохая маска, плохого качества, обычного качества, купленная, ну, в каком-то обычном строительном магазине, я два раза отравилась и поняла, что маска должна быть очень хорошей, ну, очень профессионально. Поэтому у меня требует маски, действительно, хорошими цитрами и так далее. Потому что, когда рисую с чернилами, я всегда дую феном. Фен у меня в косингах. Это когда горячий-горячий фен получается, опор, и получается испарение, они мгновенные, и испарение, оно возобно. Поняла, да. Ага. Ага. Ну, сначала нормально, потом вещество я понимаю, допустим, что я забываю. Поэтому, так-то, так-то, большие работы это всегда маска. Это маска со съемными фильтрами, да, просто тоже иногда таким пользуюсь. Да, и еще подключающая маска. А, она у тебя еще поллицом как-то защищает, там у тебя, ну, стекло какое-то. Да, много поллицом как-то. Угу, угу, угу. Слушай, понятно, ну, понятно. То есть, в общем-то, творчество такое опасное для здоровья, можно сказать. Особенно, если в больших количествах, наверное, этим заниматься. Да. Ты упоминала про мастерскую. У тебя есть отдельная мастерская или отдельная комната, отведенная под мастерскую? У меня есть отдельная мастерская. Я поняла, что, занимаясь чернилами, нужно иметь, кстати, на отдельную. Угу. И где в кухне, там, в какой-то другой комнате. Ну, наверное, ну, если много комнат, наверное, очень хорошо можно сделать отдельную комнату, и это, наверное, моя мечта, к которой можно стремиться, да. Вот. Ну, вообще, да, это нужно обязательно отдельную мастерскую. Вот я сейчас переехала опять по чередную новую мастерскую. Мастерская прям огромная для меня. Да, и там у меня вытяжка. Угу. Ну, в общем-то, ну... Слушай, а это очень интересно. Мои зрители очень любят вообще темы мастерских, потому что многие начинающие художники, и у них это какие-то такие мечты о будущем все-таки, им вообще интересно, как это все устроено. Ты сняла какое-то помещение где-то в офисном каком-то здании или где? Вообще, по поводу мечтных художников, я всегда считала, что это, ну, что это за гранью сущегося, что-то, я не знаю, что это, ну, иметь свою мастерскую, это прямо нереально. Нет, я начала с мастерской вообще на территории какого-то полузаброшенного, ну, не заброшенного, уже такого, умирающего завода, и поэтому цена там была, которая меня устроила. Вот. Сначала я снимала там, а вот сейчас я переехала в 30 минутах ходьбы от дома, поэтому у меня сейчас есть спорт, я машину не беру, я хожу пешком туда, вот. И тоже, в принципе, цена, это кажется, что офисы очень дорогие, но я думаю, что в любом городе можно найти что-нибудь. Ну, а звучит цена для понимания зрителей? Ну, тысячи километров. Сколько? Пять? Потому что, ну, это очень дешево в моем представлении. Потому что обычно офисы стоят, ну, 15, ну, пару. Вот, по-моему, Валентина Зайцева впервые на моем канале про мастерскую тему стала рассказывать и показывать, потом она на своем канале уже про это рассказывала, у нее 10 тысяч стоило. Ну, у нее прям большое очень помещение. Может быть, от площади зависит. У нее прям какой-то метров 20, что ли. Нет, у нее 14 метров, но у меня это очень. Ну, это много, это большое помещение. Слушай, ну, а мы видим ее? То есть ты снимешь нам хоть маленькое видео или фоточки? Ну, увидим, да. Ну, здорово, потому что это бы было классно, потому что, знаешь, лучше сто раз один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот, и покажешь, что там, как у тебя. Это мой ковер, как вот был у нас у бабушек, потому что я очень много делаю на полу, ищу, смотрю, на стою. На полу. Работаешь вот именно с чернилами на полу, когда большие размеры? Да, когда большие. Ну, я их резко делаю, обычно я за столом. А самый любимый размер твой какой вот этих изображений? Самый удобный для тебя? Наверное, 40 на 50. Понятно. Наверное. Вот такой немаленький, небольшой, но, в принципе, я форме, партуру, камеру, это же пластик. Порошая работа будет. А этот пластик, он продается большими кусками, ты его сама режешь, или как-то он уже порезан? Я его покупаю в акциональном размере 100 на 70. 100 на 70? Как это получается? В обычном магазине или по интернету как ты выписываешь? А я нашла в лейтенную, в городе, где можно купить. Где можно купить, да? А вообще, очень хорошая бумага, юборитый, как бумага, которая может, ну, на той же, я не знаю, ярмарке, но там еще где-то, ну, ее много продают, допустим, с бортного цвета. По цене это как? По цене это как? По цене примерно как? Вот 70 на метр, какое стоит, сколько это? Ну, вот юбор, допустим, стоит, ну, рублей, 200, наверное, рублей, вот такой большой лист. Слушай, ну, это очень, это очень дешево. Это тебе не акварельная бумага, как он, может быть, стопроцентная. Дешево прям. Да. Ну, может быть, я не права, может быть, я не права. Ну, ладно, но даже, если чуть-чуть больше, я поняла, что это не дорогой материал. А сами чернила, это дорогой материал или не очень? Да, допустим, можно купить маленький тюбик из-за 180 рублей, да? Те, которые, которые я люблю, чернила, ну, допустим, они стоят маленький тюбик, ну, 300, 350 рублей, и вроде бы это тоже такая небольшая цена, но иногда же, я как деятель, я жью, очень много получается, и работа не так что получится, и расход получается, много бедро уходит. Много, прямо жидкости это и много, да, уходит. то есть этот тюбик может на одну работу уйти, даже на большую. Да, да, и получается лучше. Понятно. Понятно. Слушай, ты обмаливалась, смотри, про мастер-классы по лепке, и я видела у тебя про мастер-классы по твоим чернилам. Ты их в реальности проводишь, да, у себя в Екатеринбурге, в этой мастерской? Да, 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 у меня приезжают девочки, но обычно я люблю брать одного человека, иногда бывают, мама, потому что... То есть у тебя как индивидуальные уроки, да, индивидуальное обучение? Да, мне важно, чтобы люди по максимуму получили того, что хотят. Ну и ко мне идут обычно люди, которые хотят вставать не просто абстракцию, а у них обычно бывает вопрос. То есть, ладно, я хочу нарисовать голубей. А чернил в жизни, допустим, не занимался и так. Поэтому получается мастер-класс делится на две части. Сначала я им показываю все цветы вообще чернил и, возможно, чернил, инструменты какие они дают эффекту, потому что инструментов тоже много, сена, груша, там, аэрограф, там и так далее. Вот, а по второй частью мы уже рисуем. Или рисовать чернилами, это, ну, это не легкое дело, да. Вот, поэтому, да, и люди уходят уже с конкретной работой. Я видела у тебя с голубями результат, ты писала, что учриса очень попалась, талантливая. у тебя, да, 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 я бы здорово спросила это все, я не еле с ускором, ну, реально, очень красиво, голый получил. Она что, занимается, кстати, здорово, не умеет. Ты ее, как это сказать, инициировала в новое дело? Да, да. В основном приходят люди, которые, наверное, уже рисовали каких-то других техников, да, и хотят вот в этой технике научиться. Или есть прям вообще, вообще не умеющие? Разные, разные. Ко мне приезжала, допустим, женщина-пенсионерка, которая вдруг обнаружила, что существуют такие спиртовые чернила. Она приезжала, она живет не в Екатеринбурге, а живет под Екатеринбургом в небольшом городе. Она говорит, вот, Лена, я всех с тебя рыла, я нашла, типа, вот, а вы оказывается рядом. Она говорит, я ничего в жизни не пробовала, но я не могу, я хочу попробовать. Я приехала, вот, и тоже осталась завольной, я ею завольную. Она вновь довольна, и все вовсе довольны. Слушай, здорово, здорово. У тебя, короче, многоплановый ты художник, и у тебя лепка, и у тебя создание работ, и преподавание, да? А у тебя в электронном виде есть что-то на продажу, какие-то мастер-классы подробные? Есть, у меня есть художник, очень мило, для начинающих мастер-классов, там я рассказываю по инструментам, можно обойтись обычным фирмом, я воронку, чтобы человек сначала попробовал, но не покупал это. Я поняла. Ага. у тебя есть мастер-класс по спиртовым чернилам для начинающих, да? Потом есть продвинутый, допустим, этот мастер-класс тогда нужно нарисовать, ну, когда там, допустим, мундук сидит в спиртах, это уже такая вещь, которая там довольно-таки сложная, вот, да? и по керамике ты тоже говорила что-то про мастер-классы, вот по керамике, по лепке тоже есть какие-то мастер-классы у тебя электронные? Да, а там косякки, понятно, подвесные игрушки, на варные, на, 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 у тебя это, где искать? В инстаграме, то есть просто надо листать, или у тебя где-то есть конкретные ссылки, выложены на все мастер-классы, которые у тебя есть? но вообще в инстаграме, да. В инстаграме, да? На фейсбуке тоже, может быть, есть? На фейсбуке, она потерялась, но в инстаграме прощено. В инстаграме, в инстаграме, там где-то в специальном разделе, они просто не очень ориентируются в инстаграм. Шахты, понятно. Хорошо. Это для тех, кто заинтересуется обучением в этой области. Да, да, да. Как мне кажется, через какое-то время они на бумаге уже перестают слушаться. То есть, допустим, если я нарисовала работу и хочу ее переделать через неделю, мне это будет намного сложнее, чем на следующий день. Поэтому я стараюсь рисовать довольно-таки быстро. Иногда 40 на 50 уходит там, ну, 3 дня, допустим. Ну, это большая работа. А по сколько часов сеансы рабочие? Вот 3 дня. По сколько часов? Я трудогорик, да, работаю очень долго, на самом деле. То есть, я нет такого, что поработала 3 часа, я не скажу, я иногда, допустим, до 5 до 6 вечера, и получается огромный совершенно трудовой день. Я в этом плане работаю прям очень сложно. То есть, 3 полных рабочих дня на создание одной работы 40 на 50, да? Да, да. Слушай, какая трудоемкая техника вообще. Ну, работа невероятная, она, наверное, того стоит. Я такого просто никогда не видела еще в своей жизни. А ты в каких-нибудь выставках с этими работами участвовала, вот в жизни, в реале? Да, один раз, вот до пандемии получилось так, что я участвовала в старте Катеринбург, но это большая выставка, она не индивидуальная, вот, я там поучаствовала, вот, для чего это нужно было, это мне нужно было бы увидеть реакцию, когда человек идет, и с пищуром вот таким вот обычно, ну, они смотрят, вдруг... Выпыкаешься, да, взглядом. Друга такая, вот эта реакция, она, наверное, дорогого стоит. Да, это прикольно. Ну, ты хорошо продала, да. Продала сколько работ? А я не помню сколько, но я очень хорошо родила и аренду. Несколько работ, да, продала? Да, да, заинтересовала. Слушай, а вот для русскоязычной аудитории, какие примерно цены у тебя на работы? Они дешевле ведь, да, чем на Эльси? Вот, допустим, маленькие работы, вот эти вот, ну, ВК-4 формат, у меня сейчас, вот, они, ну, 3-3,5, ну, как адиотов. Понятно, это по России, да, то, что ты продаешь? Да, да, вот такие вот, они, как бы, они простые, но такие работы очень хорошо вешают, от 3 до 4 тысяч вот такие работы здоровые. А я еще видела, ты по реальным фотографиям питомцев, людям рисуешь портреты, да? Это такая хорошая, интересная тема, которая началась у меня именно в программе. Люди шлют мне фотографии с 3-х питомцев. Единственное, что у меня всегда огромный потребователь фото, которое мне нужно. Они видели в моем рисунке своего питомца. У меня и кошек, и собак, и все. Какие самые экзотические питомцы тебе приходилось рисовать? Портреты? Вот только кошки-собаки. Только кошки-собаки, да? А ты думал, надо ли, может быть, ящерку или черепашку заказал? Кстати, у меня была по фотографии улитка-хатистка. Улитка? Улитка. Я сказала, смотрите, похожи или нет. Она какая-то большая, изысковая улитка породистая. Выставили ее корточку. Я выставила ее в разных ракурсах. Ну, люди любят как-то. Чудеса вообще. Чего только не бывает. С чем только не приходится художнику сталкиваться. Лада, а знаешь что? Вот этот промежуток между окончанием твоего учебного заведения и тем, как ты начала алкогольными чернилами заниматься, чем он был заполнен? Расскажи вообще. Там наверняка были какие-то пробы и разный опыт творческий. Вообще, мой опыт это прекрасный терапевтист. То есть я профессиональный дизайнер. Хороший, говорили дизайнер. То есть я, в принципе, легко и свободно владею фотошопом, что мне помогает очень в моей работе. То есть у меня хорошая дизайнер камеры. Я освоила какие-то небольшие навыки, но тоже видео. Вот я поднималась полиграфией. Поэтому вот этот пласт, он у меня очень такой хороший, база стоит у стеной. И это был тоже интересный этап жизни. Для меня. А в полиграфии где ты именно работала? В каком-то печатном издании? А в различных фирмах. Ну, это что было? Это там, придумать фирмы, ну, как-то такие. Думать, ну, как-то вот такие вещи. Поняла. Творческая работа, короче, да? Да, да. Это не верстка, это не какая-то такая, ну, это именно очень творческая работа, и она мне, в общем, понравилась. Ну, вот я такой человек, например, вот в фирмах говорят, так надо делать. Но вот раз отрезала, и я пошла дальше. Все, я ушла из полиграфии, вот просто. У меня тоже такие этапы в жизни были. Ну, тогда расскажи про этот момент, потому что многие люди, кто работает на одной работе, потом хотят перейти в статус художника, работающего на себя, и в этот момент он у всех занимает разное время, куча страхов, переживаний и того, на что опереться в этот период. Расскажи вообще, как это произошло, впервые мысли уйти вообще с работы по найму, и как вообще это происходило? Ну, сначала это было плавно, потому что сначала я все-таки организовала свои мысли и занималась полиграфией снятина, но потом я поняла, что я вообще-то человек очень творческий, для меня и поэта очень сложно, вот. Ну и вообще, ну действительно, бывает такое, что в определенный момент ты понимаешь, что ты перестаешь любить свою работу. Для творческого человека, наверное, это очень тяжелый момент. Я знаю, что некоторые люди ходят всю жизнь на нелюбимую работу, и мне их жалко. Даже если они там зарабатывают, ну, огромные деньги. Правда. Вот. Поэтому я считаю, что нужно отработать, получать удовольствие и желательно деньги. Все-таки. Угу. Да. Поэтому сейчас я вот занимаюсь тем, что я люблю, и действительно иногда зашориваюсь все-таки все равно, но это, наверное, как любой человек. У тебя, наверное, тоже бывают такие моменты, когда вдруг ты понимаешь, что ты не знаешь, что ты хочешь. Даже не знаешь, что ты хочешь нарисовать, изобразить, слепить и так далее. Вот. Но потом нужно просто немножко себя встряхнуть, вот. И, в общем-то, опять перезагрузиться и надумать огромное количество планов в жизни. И все. И это очень мотивирует. Вот. Это очень хорошо. А в тот момент, когда ты уволилась, у тебя уже было понимание, как ты будешь зарабатывать? Уже какие-то налаженные какие-то связи с покупателями или что? Вот как это было? Расскажи. Я тогда уже начинала лепить. Лепить. Угу. Лепить тогда. И уже у меня появились какие-то первые клиенты, которые... Ну, я сейчас смотрю, то, что я лепила тогда, это... Ну, это нужен свой стиль выработать. Мне не нравятся такие уже моточки, допустим, которые лепила, вот. А сейчас он у меня какой-то такой устоявшийся этот стиль, который вот он у меня такой постоянный. Вот. И то, наверное, через 10 лет он будет другой. Я тоже думаю. Сколько лет назад ты вообще перестала работать в полиграфии и занялась вот творчеством? А? Сколько лет назад ты перестала работать в полиграфии? Ох. Ох. Очень давно, очень давно, очень давно. Так, ну, наверное... Какого года? Может, хоть как-то примерно, интересно? Где-то лет 13 назад. А, то есть это ты свободный художник, можно сказать, уже 13 лет как? Да, да, да. Ты с таким мощным стажем. Молодец, это впервые я общаюсь с художником, который уже столько лет в этом. Вот. Так это за это время ты, получается, в лепке, ты столько уже создала этих скульптур. У тебя количество нигде не подсчитано, сколько их было? Нет. Тысячи? Я только сейчас начинаю вести. Потому что, что ты раньше не привела? Потому что это же интересно. Во-первых, откуда покупают эти люди? Да. Куда покупают? Да. Да. И сколько, как бы, на этом можно заработать? Тоже интересно. Я, в принципе, только недавно начала изучить этот учет. И, наверное, через года-два я смогу сказать, где больше, где лучше, наверное. Слушай, 13 лет назад, это ты наверняка еще не в интернете продавала, в реалии все продавала. Да, да, да. Там пара там будет, там друзья очень много, как бы, получается, по счастью, огромное количество друзей, знакомых. Вот, ну, мне в жизни повезло очень сильно в этом плане. Ты куда-то, ну, то есть, в общем-то, в основном, это было вот так вот, типа сарафанного радио, или ты сдавала куда-то в какие-то магазины? Сарафанное радио, плюс все равно были какие-то, ну, небольшие такие общие выставки. А, выставки. Да, с этими работами. Ну, это местные. Сарафан, да, были. Потом местные пара, которые мне начали. Видения, ну, так точно. Вот, ну, я видела одну встречу про декор, там я видела зеркало очень красивое. То есть ты занималась, помимо, помимо вот этого, ты еще занималась декорированием различных для дома, да? Да, потому что зеркала, это вообще тема очень интересная, которая тебя в домане, но ее вкусно, физически мне сделать, потому что это нужна работа, в общем, с профессиональными, настоящими мужскими инструментами. То есть основа должна быть такая. А вообще тема зеркала очень интересная, у меня их несколько в жизни было. Да, и они у меня дома обоихся, так говоря, с синицами. Да, это очень интересно. Слушай, а ты еще упоминала про акрил. Что ты имела в виду? Ты картины акрилом писала, или что-то другое с акрилом делала? Да, это вот это наполнение, по-моему, это как-то другое снице. А, да, да. Типа абстракции таких. Да, да. Ну, то, что у меня получалось, и то, что получается, вот я вижу, что, как у нас много в России, ну, это не то, что я пишу, допустим, у художников за границей, потому что тех материалов, которые нужно, тот слой тролл, вот этот вот, они заменяют, так, паклием, и так далее, это тот эффект. Я поняла, я пыталась смотреть мастер-класс, и поняла, что такие какие-то слова, мне непонятно, где это брать, я вообще сразу отмела это, из-за этой сложности. Я пошла, я пошла одну пачку, я попробовала, я предложила, ну, это просто выброс. Это я слышу. Это абсолютно для меня лично. Может быть, конечно, кто-то придется в этом уже, ну, таких больших результатах, но молодцы, если они могут понять, что у них получится красота. То, что получалось, как бы, у меня, ну, мне не нравятся эти вещи. Ты эти работы продавала, или это просто был опыт такой, вот, и самообучение? Да, 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 это был просто опыт. Понятно. Интересно. В общем, я думаю, что у тебя будет еще много разнообразного опыта. Ты, как бы, так, видимо, влюбляешься в новые какие-то вот дела, да, творческие, и все время находишься в каком-то поиске чего-то еще. Ну, мне это очень близко, поэтому я тебя очень хорошо в этом понимаю. Слушай, ну, спасибо большое за беседу. Наверное, в принципе, я спросила все, что хотела. Я думаю, что зрители обязательно напишут еще вопросы какие-то, потому что такие темы интересные были, как говорится, обговорены, да, которые еще на моем канале не говорили. И у меня же, как бы, не только живописцы зрители, у меня зрители, они вообще и фотографы, и кого только нет. Поэтому я думаю, что, я думаю, что какие-то, может, специальные будут вопросы еще про то, что ты говорила. Вот, я это видео постараюсь еще, так сказать, насытить еще изображениями, чтобы, как иллюстративными, чтобы не только, как бы, разговоры, да, были, но и еще, как говорится, товар лицем, и вообще, вот, твои работы, конечно, они достойны того, чтобы увидело как можно большее количество людей, интересующихся искусством, творчеством, живописью. Вот, ну, порядка часа, наверное, чуть больше уже мы беседуем. Было очень интересно, от тебя идет такой заряд позитива и творческой энергии, что это просто, просто невероятно. Вот, я очень рада, что мы с тобой познакомились, ну, вживую, насколько это возможно, да, на расстоянии, вот, не только через страницы там ВКонтакте или каких-то других социальных сетей. Вот, я желаю тебе успехов, безусловно, в начале в творчестве, потому что я вижу, что для тебя это очень важно, творческое развитие. Обязательно желаю тебе успехов и развития, и расширения в плане продажи твоих работ, чтобы все, чем ты увлекаешься, находило спрос. Вот, и лепка, и картины, вот, и все, чем ты еще увлечешься, потому что все, мне кажется, будет выходить из твоих рук совершенно прекрасно. И желаю тебе еще благодарных, заинтересованных учеников, раз тебе нравится преподавать, это тоже очень важно. Вот, спасибо большое, пока. Спасибо, пока, пока. Пока.